С вами Елена Набокина и Юрий Зайцев. И тема нашей сегодняшней передачи – современные кумиры уродуют сознание молодежи. Почему же уродуют? Ведь именно благодаря кумирам люди чувствуют свое единство, свою общность. Нет, Лен, ты не права. Дело в том, что кто сейчас такие современные кумиры? Вот какое общество – таковые кумиры. Если в обществе царит культ насилия, потребления, то и кумиры будут также рекламировать только айфоны, различные сотовые сети, товары и все. То есть кумиры современности сейчас – это не кумиры. А если мы посмотрим на кумиров, актеров, звезд? Ведь человек, глядя на них, сможет представить себе такое же свое будущее, светлое, яркое. В такую ситуацию. Приходит рабочий человек, садится, включает телевизор. И кого он там видит? Баскова, Киркорова, кто? Алену Апину была такая певица, да? И что? Ему интересно следить за их жизнью. Он так посмотрел ради развлечения и выключил телевизор. Но знаешь, для молодых людей это особенно очень важно – следить за кумирами, иметь своего кумира, потому что в них не сформировались ценности, а значит, перед ними яркий пример и образец тому, как нужно себя вести или чему следовать. Поэтому я как раз и предлагаю обсудить на сегодняшней нашей передаче тему «Нужны кумиры молодежи или нет?». И давайте я представлю экспертов. Имиджмейкер Вера Авдошина. Композитор Сергей Левин. Искусствовед и сценарист Виктор Бабковский. Психолог Юрий Рыльский. И наш специальный гость – журналист и писатель Сергей Савинов. Может быть, мы зря переживаем, и тема сегодняшней программы не актуальна? Или все-таки действительно, дорогие эксперты, кумиры вредят нашей молодежи? Вера, как вы думаете, вы работали со многими известными людьми, бизнесмены, политики. Вот расскажите, пожалуйста, ваше мнение. Ну, мне кажется, что если мы говорим о кумирах молодежи, то, скорее всего, политиков там практически нет. А как же Владимир Путин? Ну, Владимир Путин – это у нас особый разговор. И сейчас его популярность достаточно высока, в том числе, кстати, среди молодежи. Я думаю, что если говорить о кумирах молодежи, то прежде всего это медийные персоны, шоу-бизнеса, представители, какие-то музыкальные направления, звезды. А давайте вот сразу спросим Сергея. Вы композитор, получается, что звезда как раз музыки и так далее. Вы чувствуете звездность? Композиторы сегодня… Имеетесь кумиром. Композиторы сегодня – это отнюдь не звезды. Это люди, которых никто не видит и никто не знает о том, что они вообще существуют. Потому что композиторы сегодня не нужны. Сегодня нужны авторы роликов, хитов. Так кто же на ваш взгляд тогда кумиры молодежи? Так молодежь разная, кумиры у них разные. Я думаю, что молодежи кумирам навязывает общество. Так давайте решим, какой это вред кумиры несут нашей молодежи? Если общество не заботится о том, чтобы у подрастающего поколения были достойные кумиры, такие, как общество считает, хочет видеть будущее своей страны, своего народа. Если оно об этом не заботится. Об этом позаботятся люди, которые делают деньги. И, соответственно, такие будут кумиры. То есть проблемы кумирства как такового, я считаю, не существует. Потому что для любого человека в определенный период его возраста нужен идеал. Юрий, скажите, идеалы могут быть разные, плохие, хорошие. Но, в общем, сам кумир, сама вот эта личность, она влияет как на психологическое состояние молодых людей? Ну, конечно, влияет. Негативно, позитивно? По-разному влияет. Ну, вот негативно составляющая какая может быть? Негативно составляющая зависит от того, чему этот молодой человек учится у кумира. И действительно, ведь есть же идеалы и кумиры, которые будут помогать молодому человеку как-то подрасти до их уровня. И все зависит от того, как он действительно ли учится на опыте своих кумиров. Или он вот просто там бездумно подражает всему, что происходит, включая там и манеры поведения, и одежду, и всякие, значит, еще формы, там, скажем, своего кумира. А откуда узнают о кумирах молодежь? Кого она делает своим кумиром? Кумир – это тот, на которого глядишь, и хочется вот быть похожим в чем-то на него. Когда своих каких-то качеств не хватает, вот, молодой человек, если говорить о подростках, он же идеализирует, он хочет, чтобы быть там сильным каким-то, значит, ну, спонтанным, решительным, добиваться всего. И он видит вот такого человека, которого мы часто видим и в кино, и на сцене, который вот олицетворяет собой. Да, вот раз заговорили о кино, давайте обратимся к следующему эксперту. Виктор, расскажите, пожалуйста, вот на кино и телеэкране какой сейчас современный герой молодежи? У меня есть такой афоризм. А что кино? Простой ответ. Звезды есть, а неба нет. Вот какое-то общее ощущение, что мы живем в том мире, где есть прошлое, настоящее и будущее. Где есть некое ощущение родины. Вот, это важная составляющая вообще жизни народа, который думает жить во времени и в пространстве. У нас огромное пространство. Виктор, а у вас был кумир? Да. Вот в свое время, а кто это был? Збигнев-Цебульский. Вот очень важно, чтобы кумир перерастал в учителя. Чтобы это было какое-то движение. Вот кумир, а потом учитель. Ну вот кумир, понятно, да? Он дает идеал поведения. То есть, как можно себя вести? Да, это внешняя сторона жизни. Если хороший кумир, то понятно. Мы его почему называем хорошим. Бицепс, глаза, прическа, рост, красота. Да, потребление, где плюют на законы, не соблюдают. Какой может быть кумир? Только который будет пропагандировать. Равновеликий этому обществу. Толкай всех локтями, пробивайся наверх и иди по головам. Но с другой стороны, это очень хорошая жизненная позиция. И этому должно молодое поколение учиться. Ведь никто ему не принесет на блюдечки и не даст работу, не купит жилье. Именно своими локтями он обустраивает, скажем так, свое будущее. Да, но он видит этого героя где? Он либо на страницах книг, что вряд ли, либо на страницах теле или киноэкрана. И получается, что этот герой на самом деле и не соответствует действительности. Потому что герой на экране, какой-нибудь Супермен, это не Кларк Кент в реальности. Ребята, а хочется обратиться к вам. У кого из вас есть кумиры? Поднимите руки. Кто твой кумир? Ну, в первом же деле, это Стив Джобс и Стив Возник. Ну, почему Стив Джобс? Так как они оказали большое влияние на развитие компьютерной сферы в то время. У меня Тайра Бэнкс, потому что она красивая, добилась своего сама. Давай я тебя на секундочку перебью. Вы знаете, кто такая Тайра Бэнкс? Все знают, да? Просите у нас. Вы знаете? Не знаем. Нет. Да, расскажи, уважаемым экспертам, кто такой Тайра Бэнкс. Это фотомодель, которая с детства сама добилась всего, потому что, ну, она была из бедной семьи, ей никто не помогал из родителей. Мой кумир – это футболист Леонель Месси. Он играет в футбольном клубе Барселона. А почему он твой кумир? Ну, мне нравится, как он вообще играет. Может быть, мы спросим, у кого нет кумиров, и почему, собственно говоря, их нет? Те, кто не подняли руки. Да, скажи, почему у тебя нет кумира? Потому что я не хочу быть на кого-то похожей, я хочу быть такой, какая ей есть. На что лучше, чтобы у молодого человека был кумир или самому себя создавать? Подражание как механизм социализации – это вообще-то вещь-то обязательная. Когда человек очень маленький, это его один из самых главных механизмов, собственно, учиться чему-то. Он же поведение смотрит, как он учится что-то делать. Он будет подражать. Поэтому, если мы говорим о кумире или о каком-то идеале, который есть у человека, и он позволяет человеку наблюдать поведение, к которому он стремится, ну, это же будет его развивать. Это, вообще-то, один из обязательных механизмов. Здесь как бы противопоставлять-то, что это плохо, но оно не получается. Мы не можем этого делать. Зато человек сам по себе, а не делает прически, как у Сергея Зверева, и не красит губы. Видите, какая штука. Он же не всегда может быть самостоятельным. Он же учится. И вот в процессе взросления, когда он проживает эти свои подростковые годы, он как раз и учится самостоятельности. И тогда у него появляется возможность выбирать, чему подражать, чему не подражать, какое поведение для него будет, ну, скажем, эффективным и понятным и приятным. Вопрос в том, что в чем кумир. Вот мы сейчас говорим, сейчас вот ребята кто-то сказал, там, актер, футболист, там, и так далее. То есть это какая-то карьера, какая-то деятельность. А есть ли сейчас, мне интересно, у современной молодежи кумиры, которые показывают модель поведения социального в обществе, общения с людьми, там, вот как-то вот, ну, в жизни. Как вот поступить в жизни, допустим, да? Ведь нам никто вот по телевизору, я имею в виду актеры, там, или там знаменитые люди, мы об этом не знаем. А, допустим, в художественном произведении или в кино есть, что вот человек так поступает. Давайте спросим у Веры, а кто у вас был кумиром? Не было вообще никаких кумиров, если только не знали. Это в пять, наверное, Михаила Боярский. Ну, я просто была в него влюблена, но, похоже, быть на него, конечно, не хотела. Ну, вот, кстати, возвращаясь к разговору по поводу поведенчества, да, мне кажется, надо различать подражание, и вот даже, может быть, ну, не то, что вот надо различать кумиров именно и образец для подражания. И смотря, кто что берет. Если, например, это вот именно поведенческого, девушка сказала, что ей нравится в Таре Бэнкс, то, что она сама себя сделала, она там сама добилась. То есть это вот как бы хорошие качества, которые можно взять. А если, например, начинать переделывать себя под Тару Бэнкс, идти к пластическому хирургу делать нос, глаза и прочее, вот это уже гораздо хуже. А давайте мы сейчас узнаем у наших зрителей, у наших экспертов, кто сегодня является таким кумиром, который несет самый большой вред нашей молодежи, здоровью, психологическому состоянию, вот самый-самый вредный. Телевизор. Да, вот представляю, да, приходит студент, или вообще любой человек приходит домой, включает телеканал «Культура», и оттуда ему начинают вред, вред. На канале «Культура» вреда нет. Нет, ну давайте конкретно, как в какое-то лицо. Дело не в том, что это явление есть, телевизор, а какое место оно занимает, в доме даже. Виктор, давайте мы отойдем от телевизора, понятное дело, что это большой вред, но все-таки мы его смотрим, и там мы видим как положительных героев, так и отрицательных. Вот если смотреть отрицательных героев, кто самый вредный кумир? В современной культуре, да. Виктор Николаевич, не смотрит телевизор, не знает этих героев. Ну, Сергей, может быть, это вы знаете? Не знаю, не знаю, кто самый кровожадный. Ну, я вот прямо не скажу, что вот прямо кровожадный и самый такой доктор зло, но мне, например, непонятно, вот, скажем так, умиление от Тимати. Я вообще не понимаю популярности этого персонажа. Но, тем не менее, извините, может, я кого-нибудь обидела, у кого-то он кумир. Но просто я не понимаю, человек реально сам-сам ничего не добился. Он как раз является, скажем так, ну, разносчиком вот такой вот, вот этой новой культуры гламура, да, потом вот этот культ красивой жизни, вот эти побрякушки. То есть, ну, я не понимаю совершенно, от чего там можно фанатить. Есть вот такой человек сейчас в нашем культурном небосклоне России, который несет вот отрицательный заряд? Вот скопил в себе все признаки зла, да? Вы знаете, я бы сказал, такой собирательный образ, который, наверное, будет негативно влиять. Если мы с вами посмотрим кино, тот же телевизор, то вы там его, наверное, найдете. Это такой образ, где вы видите пренебрежение к жизни человеческой, пренебрежение, скажем так, к каким-то нуждам других людей. Когда мы видим культ, просто силы грубой. Вот у нас сейчас знаменитая певица Кончита Вурс, которая победила на Евровидении в качестве кумира. Вот как вы считаете? Да, это какая-то конструкция специально сделана для того, чтобы... Это ни о чем вообще просто. Да, да. Это ни о чем. Весь в семье. Почему ни о чем? Ну, не знаю. Прославилась певица. Мало ли кто прославился. Герострат тоже прославился. Ну и чего? Нет, ну а если взять Леди Гагу. Все знают Леди Гагу? Вот вы знаете, да? Такой вот, у нее костюм был знаменитый в мясе. Это вообще, ну, эпатажно. У нее много поклонников. Вот. Ну, вы спрашивали про отечественную масс-медиа, да? А сейчас мы перешли к западным. Мы вообще спрашиваем про кумиров, хоть отечественной западной. Ну вот сейчас вот на экране вот здесь много всяких персонажей. Тут вот постоянно... Вот мне, например, антипатию особую вызывает лицо Сергея Зверева, например. Антипатию особую вызывает. Мы спросим человека, который вращается в этих кругах, сам является писателем, то есть создателем кумиров или не кумиров. Сергей, скажите, пожалуйста, вот самый негативный кумир, на ваш взгляд? Самого отрицательного кумира, наверное, нет. Если действительно я согласен с Юрием, что есть какой-то собирательный образ. А какой тогда для вас самый противный? Самый противный? Ну, это мое личное мнение, не хочу навязывать, но, опять же, обобщу. Образ человека, это может быть музыкант, это может быть киноактер, политик, любая знаменитость, которого, как мы немножко затронули эту тему, который не добился ничего сам. Опять же, вот этот культ денег, причем культ непонятно откуда взявшихся, вот это на самом деле больше возвращает не только молодежь, но и зрелую часть общества, скажем так, и бабушку 60-летнюю точно так же может сбить немножко с пути. Потому что, когда человек видит, что другому хорошо, и не понимает, почему у него не так, вот это на самом деле вносит определенный диссонанс. А вот Обама является вашим кумиром? Кто? Обама. Обама? Ну, кумиром точно не является. Но вы его любите или ненавидите? Я отношусь к нему ровно, это порой такой даже комедийный персонаж в какой-то степени. Зрители вызывают отторжение, конечно, вот эти герои. Естественно, они создают эпатажные свои имиджи. Ну, скажите, ребят, кто-то знает, кто такая Ирина Роднина? Георгий Жуков. Ведь, ну, один человек, а ведь это, ну, два-три человека, а ведь это кумиры 20-го века, собственно говоря. А вот у нас есть улица Паша Савельева. Кто такая Паша Савельева? Кто знает? Может быть, эксперты знают? Перечисленных людей. Георгий Жуков? Ну, конечно, мы знаем. Маршалов Советского Союза. Они не кумиры, они герои. Да, их нельзя назвать кумирами. Ну, некоторые их ставили все-таки. Потому что за их судьбами стоят огромные, выдающиеся поступки. Их натуры будоражат. А этих людей должны знать нашу молодежь? Ну, бесспорно. Потому что культура – это преемственность. Если наши дети будут в каком-то смысле заключать еще и нас, значит, жизнь наша состоялась. Вот, ну, я от имени, как сказать, отцов и даже дедов говорю. Вера, а вы как думаете все-таки, кумиры 20-го века нужны наши молодежи? Или у них сейчас уже свое время? Или век 21-й. Их пора сбросить с корабля современный. А мне вот кажется, сейчас вот пошла волна наоборот. Потому что, ну, то есть вот этот всплеск патриотизма, который сейчас есть. И как раз у многих проснулся интерес к нашей истории, в том числе военной. Поэтому многие даже вообще поразительно, как знают. Поэтому я бы всю молодежь не стала равнять. Сергей, вот наш уважаемый гость. Ты, как писатель, наверное, прочитал кучу книг старых, новых. И, наверное, можешь сказать, а сменился ли герой в искусстве? Герой, на которого следует равняться, он все-таки не изменился. Другой вопрос, какого нам преподносят герои? Я в свое время, когда познакомился с творчеством братьев Стругацких, собственно, которые являются моими любимыми авторами и по которым я пишу диссертацию в данный момент. Они будут твоими кумирами или нет? Ну, сразу тут еще вопрос терминологии. Все-таки кто такой кумир? Это же не ветхозаветный вот этот золотой телец, которому поклоняются. Можно это рассматривать как морально-нравственный ориентир. То есть человек, либо какой-то условный образ, опять-таки, которому ты хочешь соответствовать. И не обязательно ему полностью подражать. Можно брать какие-то черты. Я считаю, что кумиры в таком хорошем смысле слова, они нужны, несомненно. Но вот, ребят, как вы считаете, все-таки знаменитые люди 20 века и знаменитые люди 21-го, они отличаются друг от друга все-таки чем-то, хоть как-то? Андрей Миронов, знаменитый актер. Его никто не назвал в качестве кумира, а в 20 веке, да? Мне кажется, все-таки, если брать, допустим, кино, нам надо все-таки делать скидку на то, что, ну, понятное дело, что это были кумиры, скажем так, наших родителей, там, Андрей Миронов и прочие. Все-таки, ну, надо понимать, что сейчас люди смотрят другие фильмы. И если брать кино, музыку, это нормально, то что у них сейчас, ну, не они. Вот если, допустим, брать, например, исторические фигуры, военные те же самые, там, маршалы, ну, вот это как бы да, вот это хорошо бы перенести. Спросим все-таки, что у экспертов, какие они считают три качества очень важны для кумира? Харизматичным, благородным и сильным. Потому что добро должно быть с кулаками. Кумир должен быть теми качествами, которыми будут обладать члены вот этого общества, лучшего, более совершенного общества. А для этого нужно, прежде всего, самопожертвованием обладать, таким качеством. То есть пожертвовать собой во имя ближнего. Масштаб личности, и чтобы у него была гармония между словом, поступком, ну и юмор. Кумир – это тот, с кем человек чувствует себя в безопасности. Это вот уверенность, ответственность, что человек может в состоянии что-то делать, то, что он обещает, то, что он говорит. Это вот спокойное отношение доброжелательное к себе и к другим людям. Вот эти вещи сильно притягивают. Если он еще при этом красивый. Кумир – это герой не тот, который сделали, а которого сделала эпоха, которая сделала время. И вот интересная мысль такая возникла, что раньше люди, обладающие, может быть, даже теми же качествами, как и современные герои, персонажи, которыми делают кумиров, которые становятся кумирами для молодежи. Раньше они чего-то достигали во благо своей страны, может быть, даже планеты или сообщества какого-то людей. И они благодаря этому становились известными и, как следствие, становились кумирами. А сегодня кумиры деланные. Их делают для того, чтобы продавать, зарабатывать на них деньги. А люди как бы потом обсуждают, ну он же себя сделал, посмотрите, он же вот из низин. И вот он достиг чего, посмотрите, как он теперь живет, сколько денег зарабатывает, и во всех снимается картинах. А для людей-то он что сделал? Ну, картинку там мелькает, да, чего-то интересного. Вот говоря, для людей в модели уже сделал девушку. Вот еще один момент. Мы знаем, как возникает звезда, ну, в данном случае кумир. А вот финалы этих людей, конечно, я бы сказал, они печальны. Понимаете? Хотя вот Гагарин тоже судьба его, но его помнят, потому что он сделан из чистого времени. На самом деле, раньше пропагандистская машина работала тоже очень хорошо. Но дело в том, что примеры, которые показывали, они на самом деле того стоили. То есть это был рабочий человек, например, да, который трудился и до людей доносило, что если ты будешь работать, трудиться, ждет у тебя счастье. Точно так же, допустим, с космонавтами, учеными и прочим. Сейчас кумиры – это люди, которые где-то засветились. Вот, извините, но, допустим, человек сходил в туалет, его засняли, выложили в YouTube – все, он звезда. Ну вот, простите, но вот оно так и есть. И, в общем, вы не согласны, да, с нашими молодыми зрителями, что кумиры – просто кумиры те, которые не хотят ничего делать. Нет героев в нашем времени. Надо просто засветиться на YouTube – все. Вот вы в детстве кем хотели стать? Я учителем хотела стать. Я летчиком хотел стать. Виктор, а вы? Я археологом. А у меня не было проблем. Я лет, наверное, с четырех, с пяти хотел быть врачом. И вот им и стал. А у них были какие-то проблемы? Нет, с выбором. Я бы хотел несколько слов о кумирах, да, вот в продолжении. Вы знаете, молодежь, она очень неоднородная сейчас и очень интересная. Вот, посмотрите, недавно прощались с Федором Черенковым, да, сколько там было людей, молодых. А он народный футболист, и его очень много людей провожал. Он же кумир по сей день, хотя это не молодой человек. Это был искренний человек, скрунный. И он никогда не предавал, судя по тому, что о нем говорят. Ну, хорошо, какой-нибудь вот еще пример. Вот недавно приезжал Вастерман к нам со своей книгой презентовать. А там была молодежь. О чем он говорил? О социальном равенстве, обществе, о социализме, который вот грядет. Ну, Вастерман медийная фигура, и пользуясь как раз своей медийностью, он и пропихивает свои идеи. Не думаю, что так. Скорее, вот его ум, образ мыслей, опять же, его поведение, его и гражданская позиция. Не надо думать о молодежи, что она вот такая примитивная. И как бы вот у нее... Ну, она не примитивная молодежь, но, по крайней мере, Вастермана точно не смотрит. Она смотрит какие-нибудь универы, интерны, да, вот там доктор Быков. Ну, тогда я еще вам скажу свои наблюдения. Меня вот, например, самого поражает, когда без всяких принуждений 16-летние люди, я с ними встречаюсь, читают Достоевского, вот, и это не школьная программа, а им это интересно. Есть такие? Есть. Убить бабушку. Да нет, читают Достоевского. Знаете, пришла такая мысль, что, наверное, мы живем просто в уникальное время, во время открытого мира, во время интернета. И если раньше общество было, ну, относительно закрытым, то есть традиционным обществом, и внутри него были какие-то порядки, законы и так далее, то есть как-то вот воспитывали детей в соответствии с традицией, то сейчас вот благодаря тому, что мы знаем все обо всех и можем с помощью интернета видеть все и выбирать из этого, нам сложнее вот как общество воспитывать детей вот в какой-то, допустим, традиции и объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, это понятно, да, что единство культурных маркеров утрачено, и разные культурные смыслы у разных поколений, даже в одном поколении. Да, у нашего поколения сейчас смысл такой, ну, вот, судя, опять-таки, да, те же сериалы, там, интерны, универы, не образованные, приезжают в Москву, ничего не умеют, ничего не знают, но пытаются устроиться, и к этому самое, что интересно, и тянутся молодые люди. Ну, хорошо, хоть не бандиты уже. Я видел такой пример из личной жизни, он даже, так сказать, более того. Вот человек, допустим, заходит в книжный магазин, да, и в этом книжном магазине 100 тысяч книг, у него голова идет кругом, а там написано, иди к Гришковцу, и он идет, его покупает. А если он приходит в магазин, где тысячу книг, он находит свое. Вот сейчас очень большая проблема испытания количества. Понимаете, вот этот количественный сам по себе. Ну, то же самое интернет, то же самое музыка. Это вот, каким образом, да. Как современный композитор Владимир Мартынов, он называл сегодняшнее время, время фастфуда. Во всех отношениях, не только в прямом смысле, а в смысле музыки. Музыка в плеере, музыка за рулем автомобиля. То есть нет такого, что ты пришел, поставил, сел в кресло, включил симфонию, даже не обязательно симфонию, пусть какую-нибудь там эстрадную музыку, там, любимую, и сел, слушаешь музыку. Вот, или в концертный зал сейчас, ну, ходят люди, конечно, да, но вот сейчас, так сказать, все на ходу, все на ходу, все. И эта музыка, она, это все, не только музыка, она все обесценивается, она становится фоновым. Даже вот кино, это, так сказать, между делом, где-то на кухне, ты там готовишь, а там какой-то сериал идет. Это не то, что ты пришел в фильм, и для тебя сейчас будет два часа совершенно другого мира. Ты в него погружаешься, и потом как-то рефлексируешь. В кино можно пойти. В другим, в одном направлении. Ну, в кино тоже, как правило, вы все-таки там стрелялки и что-то такое. Давайте, возвращаясь как раз к нашей теме, кумиры молодежи, вот мы уже поняли, что молодежь не хочет стать космонавтами, учеными. Вот на ваш взгляд, почему? Ну, давайте начнем с Сергея. Почему? Ну, я, наверное, не совсем соглашусь, что не хочет. Постепенно, я думаю, что к этому мы придем. Пусть не очень высокого уровня тот же сериал «Интерны», но он, простите, тоже, опять-таки, с коллегами-экспертами соглашусь, это уже не бандиты, это врачи будущие. Да, они удачливые, неуспешливые, может быть, в чем-то. С бандитским прошлым. Я думаю, что, ну, с бандитским прошлым, не знаю, вроде не было такого. Я думаю, что постепенно это все вернется на круги своя, и что, опять-таки, коллега-психолог очень правильно сказал, нельзя недооценивать молодежь, потому что мы сейчас отчасти мыслим поверхностно, стереотипно. Молодежь, значит, слушает Тимати, да, например. На самом деле, я тоже встречал достаточно молодых людей, но относительно меня, скажем так, с которыми можно было поговорить и про того же Достоевского, и о тех же Стругацких, и о том же Бетховене. Да, если классику брать. Почему, вот, на ваш взгляд, молодежь не хочет стать космонавтами, исследователями новых границ, наук? Возможности много себя реализовать. Мир стал открытым, он другой. И те, кто хотят быть космонавтами, они ими будут. Их таких много. Вот, может, не поголовно, и как раньше, да? Вот, кто-то будет космонавтом, кто-то будет педагогом, кто-то пойдет в бизнес. Когда люди видят тех или иных людей, которые себя реализовывают, и в состоянии даже у каких-то людей, скажем так, ну, вот, не белых и пушистых, они в состоянии увидеть какие-то черты, которые им могут понравиться. Вот, смотрите, те, кто приезжает, вот, вы говорите, они герои, они вот там приезжают из деревни, да, и в городе делают себе карьеру. Там тоже надо посмотреть. Там есть некоторые черты, которые человек может уловить, а у него их может не быть. Ну, некоторая вера в себя, еще что-то. Виктор, а как все-таки выбрать... Это работает. Как все-таки выбрать из всех знаменитостей, из всех предпринимателей, бизнесменов, спортсменов, выбрать именно тех людей, которые являются настоящими кумирами, а не одноразовыми актерами, скажем так? Ну, это в жизни человек. Вот жизнь идет, и человек, если он каким-то образом ухватил вот мотив, что он должен что-то сделать в этой жизни, или профессионально, или каким-то творческими мотивами. Сергей, а вы как думаете? Обязательно. Вот люди в 20 лет одно, в 30 лет другое, а в 40 уже даже третье и так далее. То, о чем мы сейчас говорим, это проблема отнюдь не молодежи. Молодежь хорошая всегда была и будет молодежь хорошей. Это наша проблема, проблема взрослых людей. Мы сейчас должны подумать о том, как нам сделать, чтобы у нашей молодежи были правильные кумиры. Каждое время есть свой набор модных профессий. Например, вот когда мы учились, было модно быть юристом, экономистом, бухгалтером. Все шли учиться в эти направления. Сейчас модно быть дизайнером, модельером, через одного у нас фотографа, диджея. То есть вот, ну, это как бы время, может быть, формирует. То есть кто больше всех мелькает, те и являются как раз образцами. Ну, а выбрать, мне кажется, нет какого-то вот такого единого вообще правила. Ну, конечно, мы не волшебники, мы только учимся, но сегодня мы можем одного зрителя, двух... Сегодня мы дадим вам уникальный шанс. Кто из вас хочет стать звездой? Звездой ток-шоу «За семью печатями», чтобы вас увидела вся страна, весь мир. Итак, готовы? Встречаем. Звезда и фанаты в студии. Итак. Анастасия Беляева в студии. Программа «За семью печатями» встречает. И мы фанаты! Фанаты, фанаты! Фанаты где? Требуйте автографию. А где автографы? У меня к вам, как звезде Анастасии, несколько вопросов. Итак, уважаемая Анастасия, вы такая умная, такая талантливая, такая успешная. Как вы всего этого добились? Я очень много трудилась, общалась с знаменитыми людьми другими. И как-то так и добилась. Вы зарабатываете много денег. На что вы их тратите? Расскажите. На себя. Правильно. Правильно. Ну и откройте же тайну. Что нам, обычным, смертным, сделать, чтобы стать такой же знаменитой и успешной, как вы? Подражать, наверное, все-таки мне. Отлично. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...